Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» студии Улубей-Эрбалатов. 16 октября в городе Буйнахске в актовом зале администрации Буйнахского района состоялся Единый информационный день, организованный Советом Старейшин при главе Республики Дагестан совместно с Народным собранием Республики Дагестан. В мероприятии приняли участие председатель Народного собрания Республики Дагестан Хезреших Саидов, член Совета Старейшин Республики Айгум Айгумов, вице-спикер парламента Камил Давдеев, депутаты Народного собрания Людмила Авшалумова, Биарслан Изиев, Батал Баталов, а также глава Буйнахского района Камиль Изиев, глава Буйнахска Исламуддин Нургудаев, представители депутатского корпуса, Советов Старейшин и общественных палат города и района. Открывая мероприятия Хезреших Саидов сказал, власть должна быть открытой и прозрачной, поэтому всем нам необходимо прислушиваться к жителям, особенно к старейшинам, уважаемым и авторитетным людям. Старейшина – это люди опытные, которые повидали в своей жизни много хорошего, может быть и нехорошего, поэтому нам необходимо чаще встречаться, общаться на всех уровнях, и в селах, и в районах, и в городах, спрашивать их мнения, интересоваться их жизнью и после этого корректировать свои планы, свои действия для того, чтобы шагать в правильном направлении. Это касается буквально всех направлений нашей жизнедеятельности. Это и политики, это и в экономике, это и в решении социальных вопросов, потому что у них большой опыт жизненный. Кроме того, спикер Дагестанского парламента отметил, что городу Буйнакску и Буйнакскому району из республиканского бюджета выделены все необходимые финансовые средства, и теперь главной задачей является их эффективное освоение на благо жителей. Далее выступил заслуженный артист Российской Федерации, член Совета Старейшин Айгум Айгумов, который рассказал, что к ним в Совет Старейшин поступает много обращений из городов и районов республики, и со всеми этими проблемами они знакомят главу Дагестана Владимира Васильева. Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев рассказал о преобразованиях, происходящих в городе. Председатели Совета Старейшин города и района, представители депутатского корпуса обозначили приоритетные задачи, в числе которых водоснабжение, создание рабочих мест, воспитательная работа с молодежью и подрастающим поколением. В качестве позитивных преобразований выступающие отметили строительство детских садов, ремонт школ, строительство спортзалов, асфальтирование дорог. Многие из присутствующих выразили поддержку деятельности главы Дагестана Владимира Васильева. Глава Буйнакского района Камиль Зиев сделал акцент на реализации проектов «Комфортная городская среда» и 150 школ. Он поблагодарил председателя Народного собрания за поддержку и содействие в решении многих проблем района. О важности взаимодействия власти и общества говорили Камил Давдеев, Людмила Авшалумова и другие участники мероприятия. Подводя итоги, Хизри Шахсаидов сказал, наша главная задача – слышать проблемы, волнующие население, для того, чтобы совместными усилиями решать их. После завершения мероприятия Хизри Шахсаидов осмотрел ряд строящихся объектов, связанных с благоустройством Буйнакска. Он также посетил центральный городской рынок, где интересовался качеством продуктов, ценами на них и организацией розничной торговли. 16 октября стартовал конкурс по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при Народном собрании Республики Дагестан. Напомню, что предыдущий состав Молодежного парламента был расформирован в связи с истечением срока его полномочий. Молодежный представительный орган формируется на добровольной основе. По положению, из 62 его членов половина представлена региональными отделениями политических партий, имеющих представительство в Народном собрании, и пропорционально количеству депутатов в нем. Другая половина будет отобрана на конкурсной основе. В самом конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Республики Дагестан. Комитет предварительно провел анализ и оценку представленных на конкурс документов. Для участия в нем было подано 105 заявок от кандидатов, представляющих 38 муниципальных образований Республики. В конкурсную комиссию вошли депутаты Народного собрания, представители Министерства по молодежной политике, Общественной палаты Республики Дагестан. Возглавил комиссию председатель Комитета парламента по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Мурат Пайзулаев. При отборе кандидатов оценивается опыт общественной деятельности, достигнутые результаты в профессиональной работе и учебе. Молодые люди рассказали членам комиссии о своей деятельности и о том, какой они видят свою работу в молодежном парламенте. На этой неделе состоялись заседания ряда комитетов парламента, на которых рассматривались законопроекты, предполагаемые для включения повестку дня очередной октябрьской сессии. Так, 17 октября состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Вел заседание председатель комитета Мурат Пайзулаев. Первым вопросом парламентарии обсудили ход исполнения закона Республики Дагестан о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, усыновивших или взявших под опеку ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из организаций для детей-сирот. Было отмечено, что закон был принят еще в 2014 году и предусматривает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере 7 тысяч рублей опекунам и приемным родителям. В 2018 году на реализацию указанного закона бюджет было заложено 5,2 миллиона рублей. Указанными гарантиями были охвачены 52 человека. Отмечу, что в настоящее время в Дагестане проживает свыше 4700 детей, оставшихся без попечения родителей. Участники заседания отметили ряд проблем, с которыми сталкиваются дети-сироты. В частности, это отсутствие у них работы и жилья. Не имея жилья и материальных условий, трудно интегрироваться в общество. Кроме того, было отмечено, что дети-сироты – это социально незащищенная категория граждан, и многие пытаются спекулировать этим. Выступающие сделали акцент на том, что необходимо серьезно подходить к вопросу об усыновлении, тщательно изучать истории семей, которые желают взять детей на попечение. Затем депутаты рассмотрели изменения в закон Республики Дагестан об образовании в Республике Дагестан. По словам заместителя председателя комитета Гамедуллаха Магомедова, настоящим законопроектом предлагается внесение изменений, дополняющих полномочия правительства Республики, части установления квот приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования. Кроме того, предлагается дополнить действующий закон статьей, согласно которой информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий, обучающимся педагогическим работникам, руководителям образовательных организаций, будет размещаться в единой государственной информационной системе социального обеспечения. В ходе заседания обсудили также проект Республиканского закона о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте в Республике Дагестан. Комитет принял решение внести данные законопроекта на рассмотрение Президиума Народного Собрания для внесения их в повестку дня предстоящей сессии. 17 октября Комитет Народного Собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению провел заседание круглого стола на тему о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вел заседание председатель комитета Алавудин Мирзабалаев. В заседании приняли участие представители Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, Министерства юстиции, прокуратуры, общественные палаты. Алавудин Мирзабалаев в начале заседания отметил, что данный проект федерального закона поступил от Министерства внутренних дел по Республике Дагестан в порядке законодательной инициативы. И в соответствии с регламентом Народного Собрания предполагается его широкое обсуждение. С концепцией законопроекта участников заседания ознакомил старший инспектор группы разбора обращений граждан Управления ГИБДД МВД по Республике Дагестан Олег Курбанов. Как заявил докладчик, проект закона разработан в ведомстве в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с летальным исходом. По его словам, за 9 месяцев 2019 года в Республике совершено около 400 тысяч нарушений дорожного движения, что составляет 40% от всех административных правонарушений. Разработчики закона считают, что необходимо ужесточить административное наказание для лиц, совершивших повторное нарушение в виде непристегивания ремней безопасности и неиспользования мотошлемов. Предполагается увеличить штраф за эти нарушения с 1000 до 3000 рублей. С состоявшимся за тем обсуждением приняли участие депутаты Висампаша Ханалиев, Салих Гаджиев, члены общественной палаты Наби Ахадов Усман Мурадов, помощник прокурора Республики Дагестан Магомед Ахмедов. Были высказаны сомнения в своевременности принятия данного законопроекта, так как еще не изучена статистика последствий данного вида нарушений. Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Алаудин Мирзабылаев акцентировал внимание на том, что проект закона не может быть направлен в Государственную Думу в предложенном виде. Он указал, что в федеральной программе безопасность движения указаны направления, по которым следует усилить работу. Но в этот перечень не входят ремни безопасности и мотошлебы. Он также считает, что в таком регионе, как Дагестан, где доходы населения одни из самых низких в стране, увеличение штрафов в троекратном размере ударит по благосостоянию населения. Кроме того, подчеркнул депутат, требуется серьезный анализ правопровенения в других регионах и изучение статистики по указанным нарушениям. Он предложил отклонить законопроект в представленном виде. Депутаты и приглашенные поддержали данное предложение. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok